А милый сырнички вхоче, а милый сырнички вхоче, То нажарь мылая, то нажарь мылая, То нажарь, у-ху-ху, моя черно-брывая. Вот такая хорошая, прекрасная нота переделанной песни. Там были варенки, а здесь у нас сырники. Здравствуйте, мои хорошие! Сегодня у меня видео, как я готовлю сырники. У меня уже было одно видео, это второе видео. Вы спрашиваете, Алла, почему вы не готовите сырники? Как вы готовите сырники? Поэтому у меня творог в холодильнике был, Я вчера его покупала, 500 граммов творога. И сегодня я приготовила сырники. Как они готовятся? Очень-очень просто. Какие они? Сейчас, одну секундочку. Вот они какие, смотрите. Смотрите, какие стоят сырнички, видите? Ай, какие они высокие! Какие они? Уже я один слопала, я уже пробовала. Я уже пробовала без сметаны, без ничего. Просто взяла и слопала. Все, мои хорошие, я знаю, что вы хотите готовить эти сырники. Полезно, быстро, недорого и прекрасное блюдо. Так что, мои хорошие, появилось желание готовить сырники? Нет проблем, видео перед вами, смотрите. Ну, а я готовлю сырники, мои хорошие. Так, ну что, мои хорошие, начинаем готовить сырники. Я взяла изюма, вы это как любите. Вот изюм, думала, у меня изюма нет. У меня есть изюм, тут и кишмыш, все это сорти. Я его помыла, теплой водой залила. Он у меня настоялся. И сейчас я его так на салфеточку просушу. Мы должны всю лишнюю влагу убрать, потому что, если мокрый сырник, вы его не сделаете. А я не хочу в него добавлять муку. Все, изюмчик, цукаты, что хотите добавлять, это ваше личное право. Так, смотрите, я взяла здесь 500 граммов муки. Может, чуть-чуть больше. И добавила сюда, просто мне позвонили, я срочно должна была уехать, я добавила сюда 3 столовые ложки манки. Манки. Творог у меня не мокрый, творог у меня такой сухенький. Манка набубнявилась за эти 2 часа, у меня не было 2 часа. Ну, хотя бы, знаете, хотя бы на полчаса, чтобы манка у вас побыла в твороге. Не надо добавлять сюда. Зачем я пересыпаю, потому что взяла маленькую емкость. Это, чтобы посуды больше мыть было. Бывает такое со мной. Так, вот наш творожок. Берем одно яйцо, берем ванильный сахар, можете добавить, можете. Но яйца, конечно, у меня маленькие, можно 2 яйца. Сейчас, одну секундочку. Яйца маленькосенькие. Улочка была, видно, маленькая. Так. Выбиваю сюда одно яйцо. Так, это я сейчас яйца уже собираю в шкарелуку. Она нам пригодится для подроссаду. То, что на огороде прикопается, это подроссаду. Так. Сейчас я добавлю сюда, куда-то изюм убежал. Апельсиновая цедра. Вот 2 столовые ложки я добавлю. Вы можете добавлять ванильный сахар, можете добавлять любые ароматизаторы, которые вам нравятся. Это, как говорится, ваше право. Но обязательно, обязательно нужно посолить. Вот щепоточка, где-то 1 четвертая чайной ложки нужно посолить, потому что сырники, я люблю лично, чтобы сырник был сладко-соленый, тогда он вкусный. Не надо перетирать творог через сито. Не надо погруженным, потому что это будет пюре. Сырник, в сырнике должен ощущаться творог. А не такая масса, которая затягивается мукой или манкой. Все. И сейчас, ой, как пахнет хорошо, как хорошо пахнет. Смотрите, какая масса. И высыпаю сюда изюм. Просушенный. Видите, салфетка все впитала, всю влагу. И теперь хорошенечко вымешиваю до однородности. Это несложно. Муки нету, потому что у меня здесь манка. Это лучше. Сырник должен быть сырником. Мы готовим для себя. Никаких разрыхлителей, ничего я сюда не даю. И панировка. Конечно, он показывает, готовят сырники. Вот такая куча муки. В этой муке эти сделали сырники. Там одна мука. Там творог не чувствуется. Поэтому панировочку надо делать очень тоненькую. Видите, оно хорошо вымешивается все. И масса очень хорошая. Можно скатать колбаску и порезать. Я буду делать такие кружлячки, из которых буду готовить. Так, а еще. Соль добавили. А сахара не надо, что ли? Сахар нужен обязательно. Так. И сахар я добавлю. Пудры. Две. Три столовые ложки пудры. Вы можете добавлять сахар. Сладость. Это ваше личное дело. Как хотите. Очень сладко, не очень. Я добавила пудру. У меня масса получилась. Манка настоялась хорошо. Она у меня не жидкая. Если у вас масса жидковатая, то пудру не добавляйте. Потому что пудра сделает еще жиже. Сахар как-то не так разжижает. Вот такая вот ерунда у нас получается. Это не ерунда. Это творог. Это тесто для сырника. Хорошая ложка. Я знаю, что скажете, что у вас сколько девайцев, а вы ложкой. Потому что я хорошенечко ложкой тесто тяжелое. Прямо снизу достаю. Так, а ну. Перец. Ммм, красота. Так, теперь беру муку. Которую будем панировать. И сразу сковородку. А где моя сковородка? Она еще на мойке или уже тут? Сейчас, секундочку. Нет, она уже тут. Сковородка. И будем обжаривать. Сначала наливаем растительное масло, разогревается. Потом, когда выкладываем сырники, добавим чуть-чуть сливочного масла. И вот это сочетание сливочного и растительного масла не будет гореть, а сырники станут еще вкуснее. Сейчас я беру муку. Панируем в муке. Так, вот я сейчас насыплю чуть-чуть муки. Не надо много. Лишнюю муку сюда. Просто покрываю сам стол. Поверхность стола мукой. И теперь, какие вы там будете делать сырники размером. Вот так сначала выкладываем на муку. Так вот ложкой уже как-то, знаете, приспособьтесь, чтобы размер вашего сырника, как вот ваша ложка столовая. Сильно тонко не надо делать. Сильно тонкие сырники тоже не очень вкусные, я вам скажу. Так, сейчас я тут еще вот эту муку сюда. Чтобы было хорошо же нам панировать, удобно. Я даже воду не беру. И вот эти заготовки. Сразу все заготовки выкатайте на муку. Очень быстро, очень быстро готовится. За манку переживаете. Вот вы, например, думаете, завтра-назавтра приготовлю своим родным сырники. Значит, что вы делаете? Вы берете творог, насыпаете манку, закрываете пленочкой и оставляете на ночь. Утром встаете, быстренько все это соединили, замесили и сырники сделали. И у вас сырники будут просто прекраснейшие, прекраснейшие. Потому что целую ночь с творогом будет у вас манка. Уже она набубнявится, она уже там так расходится. Что-то это маленький совсем сырничек. Ну, ничего. Маленький тоже, малютка, будем пробовать. Сырничек для ребеночка. Так, все. Это все на мойку. Мои куховарчики. Я включаю плиту. Наливаю на сковородку. Вот смотрите, у меня такой носик специальный. То есть, чтобы чуть-чуть было покрыто дно. Не надо много. Вот. Буквально, если взять в высоту, то 2 миллиметра масла. Сразу приготовлю сливочное масло. Сливочное масло. Это потом. Так. И сейчас мы будем панировать наши сырники. Вот мне не нравится, что-то оно к этому пристает. Видите, как пристало чуть-чуть. Ну, ничего страшного. Вот катаете. Чуть-чуть можете муки добавить еще. Это можно делать все ножиком. Некоторые супер-пупер там повара делают ножом. Но я считаю, что... Сейчас вам покажу, как это все происходит. Вот они, как обычную котлетку. Видите, они крутят вот так. Хотите круглый, хотите с носиком делаете. Вот так вот. Как сердечко, как капля. Видите? Это все вы делаете ножичком. Вот видите, какая капля получилась. Ну, я не хочу. Я хочу круглый, круглый, обыкновенный сырник. И я выпендриваться здесь ничего не буду. Сырник, он должен быть сырник высокенький. Я не хочу низкий. Я буду доводить их в духовке. То есть, где-то высота сырника должна быть полтора-два сантиметра. Вот так вот. Видно вам? Вот так. Вот такой сырник. И поехали дальше. Вот раз. Можно это ножом, можно скребком для теста. Видите, вот я оторвала. И старайтесь собирать муку, которая у вас на столе. Вот смотрите. Зачем мне ножик, если я могу это все сделать руками? Единственное, что просто приплюснуть. Ну и повыделываться, как говорится. Некоторые так любят повыделываться. Как будто бы это уже, знаете, пик всех фантазий. Сделать сырник. Вот круглый. Но ничего тут такого нет. Мне кажется, даже ребенок этот может сырник сделать. Так, все. Я просто еще раз вам говорю. Я не очень люблю сырники. Поэтому я их готовлю очень редко. Очень редко. Тем более, если так это сильно, по-моему, нагревается. Немножко убавим огонь. И вот я немножечко досыпаю. Сырники. Это самое-самое простое блюдо, которое, мне кажется, может готовить даже ребенок. Ничего тут сложного нет. Так что, а вы меня спрашиваете, как готовить сырники? Как приготовить сырники? Да что тут их готовить, мои хорошие? Что их тут готовить? Вот они, круглые шайбы. Отправляем. Даже лишнюю муку мы все взбиваем. И на разогретую сковородку. Шкварчить, слышите? Вот так. Что нам стоит этих сырников накрутить? Боже мой. Проще блюда нет. Но оно вкусное и полезное. Деткам хорошо. Вот. Тоже самое руками. Но хотите ножом, пожалуйста. Просто, чтобы ножом немножко одинаково делаете высоту и уплотняете. Видите? Вот так. Так. И лишнюю муку убираем. Не надо нам лишняя мука. Хотя я понимаю, некоторых они наваливают этой муки. Почему? Почему? Потому что они могут развалиться. А в муке они никуда не денутся. Но я не хочу муку кушать. Я хочу кушать сырник. Проще простого. Спасибо Сереже Ярлачеву, когда мы были на мастерше. Он нас уже научил эти пятаки делать. Сырников. Дай Бог ему здоровья. Вот у меня, смотрите, сколько сырников поместилось. И сейчас я к этим сырникам отрежу кусочек сливочного масла. Небольшой. Прямо туда, на сковородку. Видите, зашипело. Но еще страшно. Так. И обжариваем. За это время, вот как скребок, видите. За это время мы можем продолжить и формировать эти сырники, которые у нас остались. Вот так взяли раз. Видите, оно не пристает, когда вы... Ой, порезала сырник. Порезала сырник. Подрезала, вернее. Видите, муки немного. Просто так, чтобы на пальцы прилипать. Так можно же его снять. Ну, я не вижу, как говорится... Вот требуя не бачу. Мы пальцы после каждого сырника. Вот когда мы все их и сделаем, тогда уже и помоем. Так, все. Видите, проще, проще, проще. Это рецепт для студентов. Я имею в виду, кто только готовит, начинает учиться готовить, это проще ничего не придумаешь. Вот так, все. Так, сейчас я посмотрю, перевернуть эти сырнички. Ой, смотрите. Не зазевайтесь. Ой, какая красота, видите. Огонь я немножко убрала. Но и чтобы не варился творог. Чтобы горячее масло было. О, смотрите, какие красавчики. Все, пусть дальше обжаривается. Я вам скажу одно, что вы можете... Они готовые. Там все, творог у нас нету. Манка у нас разбухла за 2 часа. А у вас за ночь, например, там. Но я вам скажу, что в духовке, конечно, когда вы доводите их немножечко, буквально на 5 минуточек в духовочку, и, опять-таки, сверху немножко сливочного масла еще. Ой, они такие вкусные. Но никто их рано утром, когда вы отправляете свою семью на работу, в школу, никто их в духовке не доводит. Это уже, как говорится, знаете, ваш кулинарный рост. Вы можете сделать то, что я вам говорю. А так сметанка, варенье малиновое или какое у вас там есть. Видите, у меня прямо... Я чуть-чуть муки, у меня даже вот творог, у меня мука даже и не видна. Так, немножко добавим огонь, потому что огонь... Смотрите, как они легко ходят. Видите? Смотрите. И масло. Где-то на 2 мм сырник у масли. Все, пусть обжарится. Еще, конечно, классно. Прикрыть немножко крышкой. Вот прикрыть, если вы не будете в духовку отправлять, прикрыть крышкой. Внутри сырник весь пропарится и будет такой, знаете... Ну, такой, как нужно. Вот этот маленький сырник у меня путается под руками. Вот так вот все. Это скребка. Просто я знаю, спасибо большое, и Людасики, все мне попросилали этих скребков целую кучу. Но я и так стараюсь переделаться. Нет. То миской, то ложкой скребу, то еще чем-то. Ну, знаете, 50 лет делать так, а потом резко переучиться тоже не получится. Но я стараюсь. Так, все вот. Вот так вот подскребаете это все, чтобы не выбрасывать муку, мусорку. Зачем? Отлично. Отлично. Просто смотрю, потому что, чтобы не подгорели внизу, у нас сырники не будут в духовке находиться. Ну, я вам сказала, что можете. Очень вкусно сырники готовить. Сахарка совсем мало. Сюда добавлять вместо изюма зелень и добавить твердый сыр. Тогда запекаете в духовке. Это так вкусно. Ну, это вообще-то уже, конечно, не сырники, но все равно. Я как-то к вам покажу, как это готовится. Хотя вы сами можете точно все так. Тоже можете муку или манку использовать. Но к творогу добавьте еще хотя бы плавленый сыр или твердый и зелень. И будет очень-очень вкусно. Так, пока мы с вами полялякали. Но еще раз скажу, я люблю высокие сырники. Я не люблю лужпайки, которые заворачиваются к краям. Все, сырник весь. А, вот этот вот порезанный, надо немножко его подладнать, подлампичить. А то он что-то вообще... Так, все, мои хорошие... Так-так-так-так-так-так-так-так. Все хорошее, чтобы не сгорело. То, как говорится, и тут, и там. Смотрите, какие красавчики. Так, сейчас я беру быстренько тарелку. Все прямо делается... Куда его поставить? Господи. Говорится, с полужару. Сейчас я на салфеточку выкладываю. Ох и сырники. Ох и сырники. А под крышечкой, это чтобы манка-то набухла, но чтобы она посильнее приготовилась. Вот смотрите, я немножко зеркало поймала. Вот видите, у меня там вот как черные точки. Я вылью, вытру бумажным полотенцем и опять продолжу жарить сырники. Смотрите, просто-напросто бумажным полотенцем я убираю эту нагорь. Не, ну я жир вылила, а теперь убираю эти точки. Потому что эти точки, они будут... Вот они, видите? Это мука. Я сильно взяла огонь, и мука начала гореть. Все, я убрала, ничего страшного нет. Вот так, наливаем опять. Но я вам еще скажу, что может еще и гореть масло. Такое качество масла, что оно моментально горит. Так, все, я отправляю следующие сырники на сковородку. И видите, слышите? Шипит сковородка. То есть, я вылила масло, и она не остыла. Вот такие вот сырнички мы с вами сегодня приготовим. Просто красота. Сырник хорошо готовить. Бывает, вот творожок в холодильничке забыли. Ладно, не буду. Эти два потом отдельно сделаю. И он уже не совсем свежий. То есть, его кушать так нельзя. Он уже немножечко как прокис. А вот в таком изделии, в сырничке, пожалуйста. Так, все. Жарю следующую парчу сырников. Я вот прямо сейчас, первый раз еще не переворачивая, смотрите. Видите, как они ходят? Я накрыла крышкой. Пусть сразу пропитываются, пропариваются, потому что мы в духовке их не будем доводить. Ну что, давайте пробовать сырники. Я уже сказала, что вы можете их кушать с чем хотите. Немножечко через ситечко пудрой. Но я сито не буду брать. Я вот так вот просто малинку взяла замороженную. И просто присыплю. Не хочу снега. Это что у нас такое будет? Ну, вы думаете сами, что это у нас такое будет. Но, вообще-то на сырники сыпать можно и не сыпать. Это у меня холодный сырник, уже остывший, то оно не тает. А так будет таять. Просто на тарелку насыпали, мятки бросили, и все. И готово. Я не буду брать сметану, потому что я вам уже сказала, я пробовала уже один сырник, я не могла удержаться. Посмотрите, какие они высокие. Посмотрите, они совсем не подгоревшие нигде. Они просто-напросто прекрасны. Хватит лялякать. Давайте вот эту вот малютку скушаем. Да? Малютку? Ну, давайте малютку. Смотрите, какой он с двух сторон. Хотите другой какой-то, пожалуйста. Я не обманываю. Ничего нигде горелого нет. Все. Ну, еще горячее. Ай, ай-яй-яй. Цедра лимончика. Ой, апельсинчика чувствуется, как вкусно. Изюм. Но сырник нужно кушать теплым, но не горячим. Потому что, когда горячий, это вообще, честно говоря, горячее изделие, только борщ, кипяток кушать. А так вы должны ощущать вкус. Поэтому, мои хорошие, немножко остынет, и, пожалуйста, кушайте. Берите сметанку, берите звученное молоко, берите разные джемы, конфитюры, то, что вы готовили зимой, и, пожалуйста, угощайтесь. Угощайте своих родных, угощайте своих знакомых. Можете взять такие сырнички на работу, можете дать своим детям в школу такие сырнички. Они очень-очень крепенько держатся. Они у вас не поломаются. Смотрите, какие они прекрасны. То есть, ничего не случится. И этот рецепт мне нравится, что здесь по минимуму муки. Муки совсем мало. Здесь у нас один творог. Здесь один творог. Все, мои хорошие. Если вам понравилось видео, пожалуйста, смотрите. Подписывайтесь на мой канал, кто еще не подписался. Я рада новым подписчикам. До новых встреч. Я вас люблю.